Славянский район на протяжении уже многих лет сохраняет высокие темпы строительства и ремонта спортивных объектов. И 2023 год не исключение. В хуторе Барониковском завершена масштабная реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Кубань» имени Владимира Симоненко. На торжественном открытии обновленного спортивного объекта побывала и наша съемочная группа. Вот так празднично с песнями и танцами жители хутора Барониковского отметили официальное открытие капитально отремонтированного спортивно-оздоровительного комплекса «Кубань». Для селян это очень большое и значимое событие. Для них стадион – это не просто спортивный объект, а целая история жизни их населенного пункта. В начале 90-х это хуторское поле было хорошо известно не только в крае, но и в стране. Здесь проводились матчи всесоюзного значения, а началось все с инициативы замечательного человека, который по-настоящему душой болел за спорт – председателя местного колхоза Владимира Симоненко. Владимир Викторович создал дворовую футбольную команду, которая со временем переросла в настоящих мастеров и даже пробилась в финал Кубка России. Я живу в этом хуторе с 1984 года. С Владимиром Викторовичем Симоненко знаком лично. Он меня пригласил практически сюда. Благодаря ему сюда съезжались команды из Москвы, из Санкт-Петербурга. Это было очень престижно, так сказать, жить в хуторе и участвовать в таких больших соревнованиях такого масштаба. Все так отстроили, отремонтировали. И я скажу так, если бы такие условия, когда играл я, мы бы вышли на европейский уровень. Любовь к спорту и сегодня живет в сердцах жителей протокского сельского поселения. Именно благодаря их обращению к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву были выделены краевые средства на реконструкцию стадиона. На торжественном открытии обновленного спортивного комплекса жители с этим значимым событием поздравили почетные гости. Глава Славянского района Роман Сенеговский, депутат Загонательного собрания края Виктор Чернявский, заместитель министра физической культуры и спорта края Вячеслав Никитин, председатель районного совета Григорий Литовко. В Славянском районе много строится, но мне очень приятно, когда нам получается открывать объекты не только в городе Славянске на Кубани, а вот именно на наших сельских территориях. Не так давно мы открыли большой спортивный комплекс станицы Анастасиевской. Сегодня завершается строительство спортивного комплекса станицы Петровской. И вот сегодня, еще раз повторюсь, мы находимся на открытии спортивного комплекса на стадионе имени Владимира Викторовича Симоненко. Я всех вас поздравляю, я считаю, что это будет центром притяжения не только наших детей, но и старшего возраста. Мы постарались предусмотреть здесь функциональные зоны для семейного отдыха. Я считаю, это правильно, когда есть возможность всей семьей заниматься спортом. Роман Иванович, при вашем непосредственном руководстве участия спорткомитета, спортивной общественности, район очень активно участвует в реализации кровых программ. И при поддержке края делается очень много. И вот я хотел бы следующие слова обратить к ребятам, к молодежи. Все это вкладывается и строится для чего и для кого? Для вас. И если дети не будут приходить сюда, не будут заниматься, не будут соревноваться, то жизни на стадионе не будет. Потому что всегда любое учреждение славит его жизнь. Тем более у вас яркий пример нашего замечательного земляка Владимира Викторовича, который всей душой болел за спорт. Но болеть за спорт – это значит еще и участвовать. Поэтому, дорогие юные земляки, вам спортивных побед. Занимайтесь спортом. Всего доброго и с новосельем. Поздравляю жителей протокского сельского поселения с открытием обновленного спортивного комплекса. Заместитель министра физической культуры и спорта края Вячеслав Никитин поблагодарил руководство нашего муниципалитета за особое внимание к развитию спортивной отрасли. Подчеркну, что только благодаря инициативности власти на местах строятся и открываются новые важные для жителей объекты. От министра спорта Серафимовича Тимченко я поздравляю вас с открытием после ремонта этого прекрасного сельского стадиона. Потому что ту задачу, которую ставит перед нами губернатор по развитию спортивной инфраструктуры в Краснодарском крае, это задача, которая гласит о том, что спортивные объекты должны появляться и ремонтироваться не только в крупных населенных пунктах, а и в малых населенных пунктах, где в принципе растет и занимается спортом тоже большое количество мальчишек и девчонок. Славянский район давно является нашим надежным партнером. Спасибо большое, уважаемые коллеги, но жителям я желаю, чтобы вы сюда приходили с удовольствием, занимались спортом, любили его и были здоровы. Спортивно-оздоровительный комплекс «Кубань» будет носить имя Владимира Викторовича Симоненко. Среди почетных гостей спортивного праздника была и его дочь Светлана Кулик, которая поблагодарила всех собравшихся за память об ее отце и то, что его дело продолжается. Я от всего сердца поздравляю от всей души с открытием после ремонта такого красивого функционального центра. Желаю, чтобы, конечно, все и дети, и взрослые его посещали с удовольствием. Я хочу сказать огромное спасибо о памяти о моем отце Владимиру Викторовичу Симоненко, который очень любил спорт, любил жизнь. И дай Бог, чтобы этот оздоровительный комплекс был всегда полон детским смехом и соревнованиями. Право перерезать красную ленту и официально открыть спортивный комплекс было предоставлено юным спортсменам, которые и будут здесь заниматься, проводить тренировки и соревнования. Для них созданы все условия – комфортные тренерские, раздевалки, функциональные залы для занятий спортивных кружков. Спортивный комплекс будет открыт для всех желающих. Здесь люди самого разного возраста смогут найти себе занятия по душе. Всю комфортность и удобство обновленного здания и стадиона в первую очередь, конечно же, оценили юные спортсмены, которые смогут здесь заниматься настольным теннисом, футболом, регби. Стадион хороший, занимаюсь видом регби. Очень понравилось и нормально сделали. Тренировки будут получше, конечно, на новом стадионе и побед будет побольше. Благодаря инициативе жителей, поддержке губернатора и активной позиции руководства муниципалитета в стадион хутора Баранюковского вдохнули вторую жизнь. И хочется верить, что его былая слава, одного из футбольных лидеров не только района, но и края, вновь вернется. Для этого сейчас здесь созданы все условия. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Анна Монастыренко, Георгий Калинин Корректор А.Егорова